Водолёт с альпинистами совершил жёсткую посадку в горах Таджикистана. На борту 16 человек, связи с ними нет. Бабушкинский суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос об аресте бывшего главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. В Москве сегодня простятся с актёром и режиссёром Дмитрием Брусникиным. Послушайте информационную программу Эхо. Водолёт с альпинистами совершил жёсткую посадку в горах Таджикистана. На борту было 16 человек, связь с ними потеряна. Об обстоятельствах происшествия в материале Ольги Кузнецовой. На вертолёте альпинисты накопляли свой басовый лагерь в районе ледника Фортанбек. Аварийная посадка произошла в 16.30. По данным телеграм-канала МЭШ, на борту находились граждане России, Белоруссии, Испании и Таджикистана. Один человек погиб. Всего летели три члена экипажа и 13 спортсменов, в том числе опытные инструкторы, члены Федерации альпинизма России. С места происшествия сообщали о пострадавших. Их состояние неизвестно, передаёт агентство Интерфакс. Связь с альпинистами была потеряна вскоре после аварии. Восстановить её не удаётся. У туристов разрядились рации. В район вылетели спасательные вертолёты с медиками на борту. Проводить поиски им предстоит в сложных условиях. Это усугубляется отсутствием точных данных о месте нахождения пострадавших альпинистов. Высота, на которую совершали восхождение альпинисты, ранее называлась пик коммунизма. Это самая высокая вершина в Таджикистане. Вы слушаете информационную программу ЭХО. Бабушкинский суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос об аресте бывшего главы НПУ имени Лавочкина. Сергей Лемешевский обвиняется в хищении. С подробностями Алексей Гусаров. Бывший топ-энеджер одной из компаний «Роскосмос» уже был арестован 26 июля. Но то решение Бабушкинского суда было затем отменено в Мосгорсуде. Страна защиты просит отпустить Сергея Лемешевского из СИЗО под домашний арест. Вместе с гендиректором НПУ имени Лавочкина, которого вскоре уволили, были арестованы юрист компании Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков. Их всех обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры похитили около 330 миллионов рублей через фиктивные договоры с адвокатской конторой Третьяков и партнеры наказания юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПУ имени Лавочкина. Лемешевский вино не признает, утверждая, что обратился за сторонней помощью после того, как юристы компании проиграли в суде дела по двум искам. Они были поданы к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов. НПУ имени Лавочкина производят космические аппараты и разгонные блоки. В Тверском суде Москвы сегодня должно начаться рассмотрение дела активиста Константина Салтыкова. Его обвиняют в насилии по отношению к полицейским во время акции оппозиции 28 января в центре Москвы. Подробности дела напомнит Олег Овчаренко. Суд планировал начать рассмотрение дела Салтыкова еще в конце июля. Однако на заседание активиста не привезли. Всему виной эпидемия угреб СИЗО Бутырка. Не пришли и сотрудники полиции, признанные потерпевшими. Судья объяснила это их очередным отпуском. Салтыкова задержали на так называемой забастовке избирателей 28 января в центре Москвы вместе с оппозиционером Алексеем Навальным. По версии следствия, активист препятствовал задержанию основателя фонда борьбы с коррупцией, а также наносил удары по полицейским. Одному из них, как утверждается, Салтыков нанес как минимум один удар по бедру и оторвал у него карман. Другого полицейского, Александра Махонина, он ударил кулаком по скуле и дважды по спине, считают следователи. Сам активист своей вины не признает. В конце июля ему продлили арест до 12 января. Салтыкову грозит до пяти лет лишения свободы. Всего в Москве в ходе акции 28 января были задержаны 16 человек. Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится сегодня в МХТ имени Чехова. Он скончался 9 августа на 61-м году жизни. Слово Марии Китаевой. Дмитрия Брусникина называют выдающимся режиссером, актером и педагогом. Он сыграл в нескольких десятках удовольственных фильмов и телесериалов, но театральному сообществу он запомнится благодаря преподаванию. Он начал в школе-студии МХАТ и уже на основе его работы здесь и родилась одна из самых известных в России молодых театральных трупов «Мастерская» Дмитрия Брусникина. Он вырастил целое поколение талантливых актеров. Брусникинцы, как называют его учеников, ставили спектакли на ведущих экспериментальных площадках в Москве. А два года назад получили постоянную резиденцию в театре «Практика», который позже, в мае этого года, возглавил сам Брусникин. Буквально накануне его кончины стало известно, что в театр назначили нового директора Бориса Мездрича, а Дмитрий Брусникин перешел на должность худрука. Он скончался вечером 9 августа. Как сообщалось, от сердечной недостаточности. Похоронят Дмитрия Брусникина на Троекуровском кладбище в Москве. В Москве сейчас 17 градусов, днем 22-24, местами небольшой кратковременной дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Восемь часов и пять минут радиостанция «Эхо Москвы» желает всем доброго утра. Это программа «Утренний разворот» в суде Алексей Нарышкин. Енина Росевашвили, здравствуйте. Как обычно, приготовили для вас очень много тем. Попробуем с вами проснуться и начать эту неделю как-нибудь по-нормальному. У нас уже получилось просто замечательно. Смотрите, какие бодрые. Послушайте, посмотрите, YouTube включайте. Обязательно. Каналы «Эхо Москвы». Глядите на нас, глядите уже на «Льва Гулько». Замечательная розовая футболка. Ты в голубом цвете сегодня. Ты в черном. Да, Сергей Кузнецов, наш звукорежиссер. Тоже в черном. Тоже в черном. Ну и неизменно. Да, такое бывает. Одна футболка всего лишь. Но подключайтесь, пожалуйста, активнее. Мы читаем все, что вы пишете нам в YouTube-канале. И еще обязательно смски. Плюс 7985-970-4545. Потому что сегодня будем много говорить с вами, обсуждать какие-нибудь летние новости, которые мы нашли не только, а также в 9.35 живой гвоздь Александр Иванов, вокалист, основатель панк-рок группы «Наив». И мы обязательно тоже с ним пообщаемся и послушаем много разной интересной музыки. Сейчас, мне кажется, пора нам делать небольшой перерыв. И мы к вам вернемся. Это утренний разворот на Эхимосква. Столетию переписи населения посвящается. Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки, социологии – счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук. Лев Николаевич Толстой. Очередная всероссийская перепись населения запланирована на 2020 год, но уже в октябре текущего пройдет пробная перепись. Она станет своего рода репетицией всероссийской переписи и нужна для тестирования новых способов проведения и обработки данных. Это использование современных технологий, проведение интернет-переписи на портале госуслуги.ру и использование переписчиками планшетов и смартфонов. Зачем это нужно? Государство должно знать, как живут люди. Без точной статистики невозможна качественная экономическая, социальная, национальная и даже культурная политика. А сведения о населении, которые собираются во время переписи из других источников, получить невозможно. Дело в том, что с помощью переписи государство выясняет, какова реальная численность населения, как оно распределяется по территории страны, каков уровень жизни и образования граждан. А еще перепись позволяет узнать, каковы источники доходов людей и насколько полноценны их жилищные условия. Из истории. Использование современных технологий в ходе проведения переписи населения стремительно растет. В 2000 году интернет использовали только 4 страны. Австралия, Испания, Бельгия, Швейцария. А в 2010-м уже 33 государства. Результаты исследования использования интернета показали, что страна, где наряду с традиционной переписью проводилась и интернет-перепись, доля населения, переписанного через сеть, составила более 40%. Как это будет? Пробная перепись пройдет в два этапа. С 1 по 10 октября на всей территории Российской Федерации те граждане, которые пользуются порталом госуслуги.ру, смогут переписаться самостоятельно. По квартирный обход в отдельных регионах запланирован на период с 16 по 27 октября. Апробация эффективности современных технологий одна из основных задач пробной переписи населения. При этом использование современных технологий поможет существенно снизить расходы на подготовку и проведение всероссийской переписи. В дальнейшем это позволит создать электронный реестр, который поможет устранить проблему дублирования информации разными службами. Для справки. По результатам последней переписи, которая прошла в 2010-м году, население России составило 142 миллиона 900 тысяч человек, примерно на 2,5 миллионов меньше, чем в 2002-м. Моменту новой переписи пройдет 10 лет. И этот 10-летний цикл является обязательной нормой. Такова рекомендация ООН для всех стран. Сведения о населении, полученные в ходе переписи, не подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. Конфиденциальность сведений охраняется федеральным законом о всероссийской переписи населения. Пресса с доставкой на дом. 8-10 разворот на реке Арсибашвилина Рыжкина и Лев Гулькова. Доброе утро, доброе утро. Ну, давайте начнем с актуальных тем, которые присутствуют в свежей российской прессе. Вот, в том числе, и в «Независимой газете» пишет о том, как страны регионы поделили море. Подписание при Каспийскими государственными конвенции о правовом статусе Каспия, которая состоялась в октаву, это Казахстан, конечно, не решает всех проблем региона. Так начинает свою публикацию «Независимая газета». Кстати, 20 с лишним лет, собственно, это все длилось, это было давно. Но, вот, не решает проблем. Геополитические и военные интересы России на Каспии по-прежнему будут в центре внимания и руководства. Ну, вот, собственно, это никто и не скрывал. И это даже отражено в договоре. В общем, более того, уже сейчас можно сделать вывод о том, что Москва в ближайшие два года значительно растит свои военно-морские силы в зоне Каспия, которые и так являются самыми мощными в регионе. Вот с этой стороны к этому договору подходит «Независимая газета». Каспийскую конвенцию подстраховали калибрами и кинжалами. Газета «Коммерсант», помимо всего прочего, о Каспии она тоже пишет, на шестой своей странице в рубрике «Мировая политика» поговорила, газета поговорила, с экспертами о санкционной войне между Соединенными Штатами и Россией, анонсированной на минувшей неделе. Новые санкции Соединенных Штатов против РФ свидетельствуют, российско-американские отношения входят в новую фазу эскалации, которую премьер-министр Российской Федерации назвал полноценной торговой войной. А если они будут введены полностью, я как бы добавил, анализируя, какие изменения произойдут в российской экономике и жизни граждан, а также в международных отношениях, политики, дипломаты, эксперты моделируют самые разные сценарии. Ну, собственно, это не так. Ну, сценарий, я понимаю, там один. Нет, разные семьи. Последние дети сейчас не знают. Нет, ну, я не знаю, мне кажется, я видел эту публикацию, там все-таки эксперты, и это довольно грустно. Они солидарны, по крайней мере, в одном. Не в причинах, почему американцы себя так ведут. Ну, там разные варианты, и чаще всего говорят о том, что это просто внутренние конфликты. Ну, это все почти эксперты говорят. Между Конгрессом и Белым домом. И они вот по очереди соревнуются, кто, какие круче ведет санкции. Ну, вот там второй вопрос про... Каким будет ответ Кремля? Каким будет ответ Кремля? И это тревожная история, потому что, как говорят специалисты, что, ну, а вот что вот Кремль, да? Правительство, не знаю, Путина, кто угодно, всегда говорит, мы зеркально ответим, да? Мы не будем вот так вот стоять, мы не будем поставлять вторую, третью, пятую щеку. Но там же все говорят, что нечем отвечать. Нечем отвечать. Занимайтесь лучше какими-то внутренними делами, внутренними реформами. Потому что, что вы можете ответить? Запретить продавать в Соединенные Штаты двигатели для космоса? Ну, отлично. У них есть Илон Маск, наверное, как-то справится с двигателями. Он банкрот. Он банкрот. Все счет новых Масков нарожает. Ему сейчас наплевать на все, он борется за себя. Нет, ну, в любом случае. Отдельный кейс Маска. Ну, подождите, хорошо. Маск, это один человек, Маск сам по себе не придумывает двигатели. Есть люди, да? Есть люди, есть компетенции, есть специалисты, которые могут придумать эти двигатели. У американцев, черт возьми, тоже может произойти импортозамещение. Но если мы что-то кому-то не продаем, мы не только наказываем тех, кому мы это не продаем, мы наказываем и себя, потому что мы лишаем себя денег. Это то же самое... С чего он начал? Я запутался уже. Мы начали с того, что... Потому что все эксперты солидарны в том, что Россия не может достойно ответить. Как бы Россия не ответила, все равно Россия будет смотреться жалко. И соревноваться с Соединенными Штатами, тягаться в санкционной политике, это довольно глупо. Ну, может, и не надо отвечать. В таком случае. Ну, как? Вы можете себе представить такую ситуацию, где мы просто так говорим, ну, ладно, ничего страшного. Так вытираемся и идем дальше. Ладно, а дальше... Это называется «девести до абсурда». А дальше посмотреть, как будет дальше действовать. Но все-таки, когда доводят до абсурда две страны, которые могут уничтожить друг друга, это немного другом, мне кажется, игра с разговором. Это разные вещи. Вот у вас новости и у нас с вами. Новости придут. А вообще, я вам скажу, у меня осталось секунд 20, наверное. Это чтобы мы не могли вам возразить. Я вчера читал германских экспертов, нет, всяких разных. Они вообще считают, что эта информация никому не нужна, они только вредят всем. Потому что они не действуют. Ну, как? На российский народ. На народ не действуют. Нет, на народ не действуют. Не действуют. Много другое. Конечно, народ продолжает места, чтобы там встать и скинуть правительство, они продолжают сплачиваться вокруг. Ну, это уже... Это уже другая история. Давайте тогда послушаем анонсированные вами новости в студии Марины Старостиной. А скиньо 7 часов 15 минут. Власти Петербурга предлагают рассмотреть возможность проведения в городе летней Олимпиады. Об этом заявил агентство Реаноссерск, поставленный источник, уточнив, что решений на сей счет пока нет. Владимир Путин недавно заявил, что некоторые российские города могли бы принять летние Олимпийские игры. Позже в сайте Федерации уточнили, что это могли бы быть в Санкт-Петербург или Сочи, где уже есть вся необходимая инфраструктура. В Черное море вошел американский эсминец Карны и в пресс-службе 6-го флота США сказали, что это должно повысить безопасность и стабильность в регионе. Согласно положениям конвенции, подписанной еще в 1936 году, военные корабли не черноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня. Министр финансов Турции, зять президента Эрдогана, пообещал остановить обвал турецкой лиры. План по спасению национальной валюты будет проведен в действии уже сегодня, сказал Берат Албайрак. Он отметил, что в разработке плана участвовали также малые и средние предприятия. Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Агентство Bloomberg объясняет это реакции инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдоган. Официальный курс доллара на сегодня 66 рублей 91 копейка, евро 76 рублей 68 копеек. И о погоде в столице сейчас плюс 17 градусов. Днем обещают местами небольшой дождь плюс 22-24 градуса. Марина Старсина, Собинформация, Эхо Москвы. Три, два, один. Реклама. Полумеры не для вас. Трансмиссия Супер Селект на внедорожниках Митсубиши Паджеро Спорт. Это то, что вы ожидаете от полного привода. Стабильность на асфальте и проходимость вне дорог. В августе беспрецедентная возможность приобрести уверенность и безопасность. С выгодой 300 тысяч рублей. Митсубиши Паджеро Спорт и Супер Селект. Ваш супервый бар. Митсубиши Моторс. А рекламу. ОМЛС Рус. Предложение ограничено. Выгода при сдаче в трейдинг автомобиля любого бренда за исключением отечественного производства старше 10 лет. Когда в ваших руках бразды правления, вам уже не обязательно быть за рулем. Когда вы в новом флагманском седане Лексус ЛС, расположитесь в роскошном кресле Атаман. И забудьте о неровностях пути благодаря пневматической подвеске. Новое поколение флагмана Лексус ЛС. Смелость быть другим. СПОРТКУРЕ 8.18. Костя Пахмелов и спортивные новости. Да, доброе утро, друзья. Ну, начнем с российского футбольного чемпионата, где сегодня завершается третий тур. Накануне состоялось два матча, и оба они принесли достаточно неожиданные результаты. Ну, во-первых, чемпион страны Локомотив проиграл на выезде футбольного клуба Оренбург, пропустив гол в самой концовке со счетом 0-1. У действующего чемпиона России нет пока ни одной победы в нынешнем чемпионате. Это уже тревожно, что ни одной победы нет? Ну, как тебе сказать, ну, в общем, тревожно. Три матча ни одной победы настороживают. Тем более, что Локомотиву не совсем скоро, но все-таки достаточно... В не самое отдаленное будущее предстоит отстаивать честь страны футбольной лиги чемпионов. Вот. И еще один матч заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Тульский Арсенал на своем поле переиграл Ахмат Грузинский со счетом 3-1. Что интересно, что Тулики пропустили первыми, в первом тайме, затем команда осталась в десятером после того, как один из футболистов получил две желтые карточки. И вот когда Арсенал остался в десятером, он умудрился забить три мяча и одержать победу, первую свою победу в нынешнем чемпионате. Сегодня два матча пройдут, тур завершается. Уфа дома сыграет с Краснодаром, а Рубин будет принимать питерский «Зенит». Тем временем Барселона одержал победу над Севильей. В матче за Суперскубок Испании эта встреча прошла в Марокко и завершил со счетом 2-1 в пользу каталонцев. В Барселоне по ходу встречи пришлось отыгрываться, потому что пропустили они уже в самом дебюте. Тем не менее победили. И вот после этого статистики выяснили, что форвард Барс Леонель Месси выиграл свой 33-й трофей в составе Барселоны и стал самым титулованным игроком каталонского клуба в истории. Ранее это достижение аргентинец делил с бывшим полузащитником Барси Андреса Миньест. Его обувь было по 32 титула. Ну и поскольку это был первый официальный матч Барселоны, приходится констатировать, что Месси назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Теперь несколько слов о хоккее. Буквально вчера общественность взбудоражила информацию о том, что Международный Олимпийский комитет может исключить мужской хоккейный турнир из программы зимних Олимпийских игр 22-го года, которые пройдут в Пекине. Это станет возможным в том случае, если МОК не сможет договориться с руководством Национальной хоккейной лиги. А это вот та история, когда НХЛ не отпускает своих игроков на Олимпиаду? Или я путаю что-то? Нет, ну это как бы... В чем там предмет договора-то? Пока это не договор. Пока это своего рода возможное развитие событий. Потому что Рене Фазель, глава Международной Федерации хоккея, выступил на заседании президиума в Эдмонтоне и предложил Международному Олимпийскому комитету четыре варианта проведения хоккейного турнира на играх в Пекине. Варианты какие? Либо проводить турнир, как это было в период с 1998 по 2014 год, то есть чтобы Национальная хоккейная лига на время игр останавливала свой турнир и все было как в старь, либо проводить без участия хоккеистов НХЛ, как это было на последней Олимпиаде в Пхенчхане, когда, напомню, наша сборная завоевала золотые медали, ну и до 1998 года. Также НХЛовцы, ну то есть, вернее, НХЛовцы играли, но те, кто выходил там в плей-офф, Кубок Стэнли, уже в поздней стадии, они, естественно, не участвовали. Вот. Ну и была другая версия еще проводить хоккейный турнир по аналогии с футбольными олимпийскими соревнованиями, то есть это будет такой своего рода турнир молодежных команд, возраст до 23 лет, ну и последний вариант, это исключительно, потому что хоккейный турнир из программы олимпийских игр. Что ты выбираешь, Константин, скажи, пожалуйста? Я выбираю, я выбираю, нет, естественно, что я выбираю. Я выбираю, как нормальный здравомыслящий человек и болельщик, я выбираю, чтобы на Олимпиаде, которая проводится раз в 4 года, играли все сильнейшие, чтобы там играли и хоккеисты, и национальные хоккейные игры. Но пока у Рене Фазеля договориться с боссами НХЛ не очень получается. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут, это, конечно, своего рода нападки Международной Федерации Хоккея, не то чтобы ультиматум, потому что ультиматума здесь нет, есть 4 варианта, там будут. Но это попытка все-таки вернуться к разговору о том, чтобы хоккей на Олимпийских играх был действительно увлекательным, и не только увлекательным, но и престижным турниром, потому что при всем уважении к победе российской сборной на последней Олимпиаде, мы все равно, люди, которые следят за спортом более пристально, мы понимаем, что... Не самые сильные команды там были. Да, да, что турнир был бы гораздо интереснее, и победа была бы гораздо ценнее, если бы участвовали все лучшие. А поскольку очень большая часть лучших играет как раз по ту сторону океана, то есть функциональные хоккейные лиги, то... То есть ответи скорее за, скажем так, крайние полярные варианты, либо пускать всех, либо не доставайся же ты никому, и давай совсем какие-то... Нет, я так понимаю, что Константин совсем, да, не выступает за исключение хоккей. Твоя версия, да. Нет, это просто своего рода, вот я говорю, попытка заранее, не в последний момент, как было перед Олимпиадой в Пьенчхане, а заранее как бы расставить все точки над «и», ну и, по крайней мере, уже начать работу в этом направлении, чтобы это было... Потому что, конечно, перед Пьенчханом все было очень непонятно, и НХЛ то говорили, что мы подумаем, то говорили, что мы думать не будем, потом или нас вводил в заблуждение господин Пазель, понимаешь, о том, что есть еще шансы на то, что они, дескать, полосогласятся, оказывается, шансов никаких нет. В общем, он решил на собственной грабли второй раз подряд не наступать и заранее прояснить ситуацию. Я лично напомню, что впервые история Олимпиады в мужественном хоккейный турнире прошел в 1920 году на летней Олимпиаде в бельгийском Антверпене, а вот с 1924 года, естественно, соревнования были перенесены в программу зимних игр, и вот с тех пор с 1924 года проводится регулярно. Ну, а вот твое мнение какое? Ты, я знаю, страстный поклонник хоккея с шайбой. Вот как ты считаешь, на Олимпиаде должны быть представлены лучшие хоккеисты или неважно? Вот кто приедет, кто приедет. Главное – победить. Ну, лучшие, конечно. Самые золотые составы и вариант вот этот промежуточный, когда мы выпускаем только молодежь, мне кажется, тоже не стоит допускать. Но самый лучший, ну, во всех видах, разумеется. Ну, смотри, с другой стороны, есть футбол, да? Есть футбол, который уже на протяжении долгих лет делегирует на Олимпийские игры вот эти самые молодежные команды в возрасте до 23 лет. Я тебе честно скажу, я даже не знаю, Олимпийский футбол, кто там, что там, кто их. Совершенно верно. А я тебе скажу почему, потому что ты знаешь, что в футболе есть чемпионат мира, который проводится раз в четыре года. И тот чемпионат мира, который пошел в Россию, наглядно показал всем нам, что это такое за событие, какой-то масштаб. То есть, когда у тебя есть альтернатива, достойная, которая может, как бы, конкурировать с Олимпиадой, а чемпионат мира, я считаю, что, ну, так скромно скажу, может конкурировать с Олимпиадой, то тогда можно, как говорится, торговаться и что-то придумывать. У хоккея, к сожалению, на сегодняшний день такой альтернативы нету, потому что вот история с последним... Чемпионат мира, это не альтернатива Олимпийским играм? Чемпионат мира, нет, это тоже не альтернатива Олимпийским играм, потому что игроки национальной хоккейной лиги туда приезжают не все, а приезжают лишь те, кто освободился к тому моменту, да, да, да. Потом там же, ну... А для НХЛ это история про деньги? То есть, почему это? Нет, для НХЛ история про деньги это свой собственный турнир, это чемпионат, это Кубок Стэнли, это история про деньги. А задача, как мне кажется, ну и, в общем-то, Международная Федерация Хоккея и Родной Фазель, как бы, его задача сделать так, чтобы на чемпионате мира были все сильнейшие, чтобы это были престиж, а уже исходя из этого... Так, вы можете тогда простым языком объяснить, почему НХЛ так сопротивляется? Потому что НХЛ, если так, по большому счету, ну, потому что у НХЛ есть свой регулярный чемпионат, розыгрыш Кубка Стэнли, который разыгрывается уже много-много-много десятилетий. Зачем платить? Приносит очень большие, хорошие деньги, то есть им прерывать свой турнир, это серьезные потери. Да, я и говорю, что это все-таки вопрос в семье, да. Да, это для НХЛ, для НХЛ это безусловно деньги, вот, но... Ну, так и для Федерации Хоккея это же тоже деньги, потому что у них крутые спортсмены, у них, значит, будут и трансляции, и рекламы, и престиж, и все самое. Разумеется, но все равно, с моей точки зрения, вот если, как я уже сказал, у футбола есть, что называется, главное событие в мире футбола раз в четыре года, проходит чемпионат мира, где играют все. Играешь ли ты в Бразилии, играешь ли ты в Испании, играешь ли ты в Манчестер Сити или в каком-нибудь...